здравствуйте чудесные удивительные люди планеты земля мы сегодня вам приготовили приготовили чай я сейчас чай к себе налил чай это здорово чай это здорово интересно когда я жил в греции оказывается что в греции греки не умели готовить чай когда заказывали чай они его как кофе варили это было очень забавно зато в турции все думают что главное напиток кофе на самом деле главный напиток здесь чай как раз и есть в турции варят кофе как чай готовят кофе как чай в турции и кофе нормальный чай да уж это же турка прославленный кофе турецкий боже что мой он в разных странах называется по-разному в греции он называется ли не кошка фэс греческий кофе на кипре кипря кошка фэс тут турецкий кофе суть одна и та же в турбочке на медленном огне варится кофе мелкого помола ты там наслаждаешься этим да вот каждый день да я этот кофе ищу это в грузии все себе делал каждое утро и здесь тоже кофе у меня есть специальная . маленькая кофе большой опыт изготовления этого божественного напитка кстати одно время я слышал что он турции был запрещен во времена какого-то султана считалось чем-то токсичным таким вот в общем как наркотики запрещали его но люди все равно пили при этом и осуществовали да так же как сейчас здесь запрещены табачные изделия с капсулами вот здесь кнопочками вот но подпольно все продается но никто не может запретить человеку медленно себя убивать поэтому государство смирились с этим и решили европейские что лучше на этом зарабатывать на вредных привычках своих граждан ну что ж я мне наш зритель алексей прислал ссылку на твое видео влад вот круглый стол круглый стол там про духовность я немножко посмотрел знаю что вот впечатление свое давай обсудим это очень интересно у меня было желание какие-то видео удалить а потом я подумал что нет нет это точно очень интересный период был это был период когда я хотел уже много чего про церковь мог бы сказать вот но я был облачен в рясу и у меня рот на замке был поэтому мы какие-то такие вопросы там обсуждали я готов есть и что в этот дискурс еще войти вот очень хорошо что ты сказал это очень чувствуется что ты там не являешься собой и вот что ты говоришь не то что у тебя на душе а то что надо сказать то что хотят услышать и конечно эти разговоры люди собрались слушай такой наивняк такой наивняк я думаю боже мой это вот взрослые люди такие такие вещи говорят но очень хорошо что есть это видео потому что ты можешь себя сравнить вот со своей предыдущей версией да это очень ценно для тебя прежде всего я думаю больше не для кого вот для тебя и посмотреть как ты эволюционировал да и что значит не быть собой это значит всегда проигрывать потому что вот это быть удобным и предсказуемым а удобный ты был в обстоятельствах определенных которых ты не мог себя вести иначе от тебя ждали определенного поведения по сути это такая манипуляция была но тут еще круче была сама манипуляция вон и и удивительно что ты вырвался оттуда и вот человек проигрывает когда не является собой и вот сейчас какой-то интересный человек очень интересно с тобой общаться у тебя интересная биография мысли так суждения и все прочее прочее да вот твои именно оценки и взгляды и опыт жизненный и ты же учился в вузе я думаю ну чему вас учили и не в одном и не в одном и не в одном и не в одном учился в вузе и такой примитив на видео так все вот это вот весь пласт знаний культуры вот это багажа своего интеллектуального просто заткнуть растоптать спрятать замести под плинтус боже мой я думаю но я еще я еще выступал в дискурсе с определенными людьми это было на самом деле в то время очень опасное видео для меня и интересное потому что за это видео меня вообще должны были из церкви выгнать я же пошел не как представитель церкви официально я пошел сам по себе и изучал различные традиции перед этим я год занимался изучением гаудия ваишнавизма кришнаитов знал как что происходит и после этого вот я этими всякими недвойственными практиками интересоваться стал их решил поехать туда в диалоку пообщаться с вишну дивананда и с их гуру там люди которые живут вот понять как и все и круглый стол записывали это было очень опасное видео его сети тут же сразу православные отсмотрели настучали в москву у нас была такая не знаю как сейчас называется там была синфо служба информации они написали в метрополию с требованием разобраться почему это вот отец Владислав пошел там какую-то нести неправославную ересь и общаться непонятно с кем но там получилась интересная вещь у нас митрополит Владимир в то время он у него началось обострение там заболевания от альцгеймера все он просто перестал реальность видеть и пока он уходил новый митрополит приходил там вот этот как раз период обо мне просто забыли я дальше продолжал также служить меня могли выгнать просто за это все вот поэтому даже вот 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 это все это в те годы это было очень большим подвигом и это было определенным таким этапом на пути изучения мира потому что сначала когда я думал о православии я пытался найти суть православия и сложив все православные традиции то что будет сутью останется от них всех ну греческая православная традиция русские разные там виды пытался найти суть православия а тут я пытался вообще религиозные разные дискурсы свести к чему-то одному но не работает моем представлении христианства так как вот оно должно работать было бы я думал что может быть как-то вот где-то что-то еще такое интересное есть и это тоже вот сейчас бы если бы я вот эти этапы не проходил я бы не знал как и что там происходит я не умел бы с этими людьми может быть общаться сейчас когда если у меня приходит человек с той или иной системы у меня есть понимание как он мыслит я могу с ним наладить взаимодействие и там ему даже лучше помочь поэтому это было очень важно и вот этот первый позыв у меня удалить все что можно из интернета я его придавил потому что что было то было и я даже вот этот момент и ценю где-то не не удаляй пусть будет конечно это понимаешь сравнивать себя с другими ну неблагодарное занятие бесполезное и бессмысленное а вот сравнить себя со своей предыдущей версией это очень-очень ценно полезно вот у меня тоже там остались мои видео старые какие-то мне это 20 лет чуть больше это вообще это во-первых машина времени машина времени вот а во-вторых я вот сейчас вот своим взглядом уже умудренным опытным я смотрю и на вот то что было очень все интересно это все это все безумно интересно это знаешь эта жизнь она даже становится какой-то более более как сказать тут надо подумать мне объемная наверное какая-то такая многогранная потому что мы себя воспринимаем как срез какой-то плоский а тут ты видишь вот это как вот есть такие атласы которые показывают человека в разрезе можно сначала кожу снять потом мышечная система нервная система вот и ты когда вот все это видишь свое прошлое ты себя многогранно воспринимаешь ты именно видишь и какую-то основу возможно то что неизменным является на самом деле это ты есть все вот эти вот вещи как что менялось как все работает и вот даже я хочу сказать что 20 лет если бы я какой-то психоанализ там проходил то это было бы я бы себя еще так не знал хорошо как я знаю сейчас а сейчас а сейчас в метапозиции ты ну лучше понимаешь все есть богатый материал вот вот богатый материал вот прекрасно ты сказал вот прекрасно многогранная личность правильно видишь основу вот я увидел эту основу свою это просто до слез до слез вот эта машина времени если бы я сейчас по пообщался бы с этим человеком мы бы не поняли друг друга а может быть и поняли бы а может быть и поняли бы вот но по крайней мере вот я это очень много дает для вот для любви во первых к себе а во вторых для любви к людям потому что любовь любовь это не суди это не суди и видишь основу правильно многогранность есть вещи несказуемые даже не могу передать но вот то что неизменчиво да и то что вот этот стержень какой-то он он остался и это так здорово пронести вот этот огонь я я бы я бы я бы назвал это внутренний огонь через года огонь гораздо правильнее но более красивая метафора чем стержень потому что стержень это что-то такое вот а огонь он постоянно меняется но он сохраняет свою сущность всегда вот да и вот удивительно и вот этот богатый материал богатый материал точно мы богаты и вот тут ты понимаешь что мы богаты своим опытом то есть мы богаты тогда когда мы видим картину целиком и часто же мы вот всю полноту да часто мы же страдаем от чего от того что нам кажется что вот сегодня плохой день так это вся плохая жизнь или там период какой-то год плохой до два до пять лет не важно вся жизнь плохая ничего подобного на самом-то деле видеть вот целиком надо да и вот как раз этот ретроспективный взгляд дает вот это вот понимание что увидеть можно еще интересный момент что мы видим и свои лакуны чего нам не хватает потому что примитивный человек либо просто не знающий какой-то интеллектуальный объект он воспринимает все очень плоско ему кажется все понятно но чем больше ты узнаешь тем больше ты видишь лакуна тайн каких-то и то же самое в отношении собственно собственной личности я буду в кавычке брать личность чем более ты может быть развитым опытным становиться тем более ты видишь еще непознанного потому что когда нам все понятно все понятно но когда человеку все понятно то это значит он в каком-то причине какой-то иллюзии находится потому что видение и загадок это тоже путь духовного совершенства какого-то условно точно абсолютно точно согласен с тобой прекрасно так ну вот вопрос у меня еще есть вопросы конечно же влад насчет образования твоего расскажи пожалуйста вот чему тебя учили в вузах в вузах да но во первых Греция давай с нее начнем Греция вообще чудесная страна да древняя Греция аристофан да аристофан вот в Грецию я поехал после семинарии у меня было семинарское образование где даже немного древнегреческий язык изучал семинарии я закончил очень быстро досрочно была такая практика поэтому в Грецию я поехал с уже такими расширенными представлениями о том что такое духовная жизнь религиозность точнее потому что в семинарии люди приходят еще очень такими наивными семинария расшатывает этот наивняк какой-то и в то же самое время формирует такую корочку циничности цинизма ты уже знаешь что не все так просто либо ты остаешься начиная служить церкви и вот это забываешь либо ты идешь куда-то дальше развиваться поэтому афинский университет куда я отправился это был тем более это же государственный вуз это не церковное учебное какое-то заведение это государственный светский вуз самый главный вуз Греции первый год когда мы приехали туда я изучал греческий язык только это было очень важно и потому что это формировалась новая система такая новая система понятий и в 20 с небольшим лет сколько 21 наверное приехал туда это было еще очень легко все мозг еще был пластичным и вот эта вот система языковая она очень легко там воспринималась и само даже изучение языка других вот этих вот слов тем более греческие слова они во в основе многих наших понятий содержится тоже это было вот только если бы я только там язык получил это уже было бы очень круто замечательно когда мы сдали экзамен по языку то через год мы поступили на теологический факультет афинского университета первое что меня там поразило это что богословок будущих больше чем богословов там примерно наверное процентов 70 это были были девочки вот там было два отделения в афинском университете на теологическом было отделение пастырская так называлась она тогда и теологическая у кого балл побольше было могли на теологическое поступить поменьше на пастырская как-то ни странно на пастырском тоже было очень много девочек учились вот это первое такое потом когда заходишь все-таки там были и мужчины и было много священников то есть в этих 30 процентах там было большинство в рясах то есть они уже где-то служили и окна какие-то там вот и так далее и когда ты заходишь к реке у это кафешка у неологическая ты видишь там ну порядка там 50 может быть сидит попов и все курят это для нас для русских это было что-то потому что в греции это зазорно не считается но по улицам они не курят а в своих местах спокойно вот дым коромыслом девочки в абсолютно таком адекватном виде светском хороших юбочках вот и курящий попы вот это что-то но это такая вот внешняя картинка изучали там очень разные вещи во первых вот тот курс который я в семинаре изучал то нравственное богословие практическая догматическая история церкви история славянских церквей истории религии там отдельный курс по исламу был так далее это всем все это проходили мне было легко потому что у меня уже модель это была сформулирована и может быть я даже язык отчасти вот учил на сопоставлении то есть я понимал о чем идет речь если я только-только семинарию окончил причем я ее по высшему разряду там с красным дипломом все хорошо разбирался вот это такие были предметы но были предметов очень интересно сначала закончил семинарию в россии что я закончила ставропольскую духовную семинарию моим ректором был владыка евгений решетников который сейчас глава церкви этой эстонской православной церкви у нас с ним были отношения фактически такие ли ну очень близкие прямо общались я ему помогал работа я на машинке печатал тогда как референт кое-что делать мы вместе ездили куда-то в общем окончил семинария даже еще в семинарии дежурным помощником инспектора до греции пару месяцев поработал евгений отвез мои документы в московскую академию автоматом автоматом и поехала в греции тогда подожди помощником инспектора это дпс что ли или что какого это тот кто дежурный старший дежурный вот от администрации с крестом регулировал что ли это без всякого креста без всякого креста до либо фиджачки либо подрясники вот но там же молодежь надо смотреть что и как происходит там в общем часто просто в комнате сидишь там если происшествия нет никаких но дежурный администратор что ты можешь евгении сказать о евгении очень деятельный очень активный человек это тогда было человек несомненно патриарх алексея его прислали семинарию ставропольску потому что там был конфликт первого ректора с митрополитом его прислали как человека который очень компромиссный может урегулировать там отели иные проблемы то есть вот ну деятельный умный образованный такой очень коммуникабельный и нормально общаться со студентами не как вот эти вот там свысока тому кто-то ходит нет он слушал вместе могли куда-то ездить там в общем так вот по простому когда он стал он когда ехал греции он стал ректор московской академии и председателем учебного комитета я в московской академии немного учился еще и когда я приезжал туда это просто я приезжал бы как этому как отцу родному там а владыка евгений вот так по простому общались короче с ним вот за годы там все меняются вот я не знаю в какую сторону изменился как вот но это очень такой вот приятно вообще не человек был ли доступ доступ доступны доступны ясно доступно так он там он там мне грецию помог поехать потому что я своими рассказывал где-то своими путями смог выбить себе договориться о том что я поеду учиться в рим я письма людям писала мне ответили было приглашение я уже был дежурным помощником инспектором перешел перед ним положил бумажечку что вот и я могу русиком поехать учиться он так остановился с ложкой вот а потом мне вечером сказал давай ты поедешь не вот туда а я договорюсь что ты поедешь в афину учиться верю ну здорово еще лучше вот он меня чуть-чуть переориентировал и что была у меня подстраховка на случай вдруг там что-то не заладится я не смогу кончить универ меня автоматом без всяких экзаменов писали записали в московскую духовную академию я там ездил два курса закон закончил сдавал экзамены какие-то но это вот когда уже я понял что в афинах образование идет и я буду оканчивать все нормально то я перестал уже дальше московской академии учиться там не автоматом списали наверное даже не знаю что там происходило вот и в диакона я рука рукополагался тоже в россии духовной академии московской потому что был студентом там есть греции приехал специально москву вот меня евгений евгений меня рукополагал рукоположил и я бы отправил обратно уже служить греции диаконом и учиться дальше но мы говорили о о программе о том что там интересного было я рассказывал по моему что я хотел быть психоневрологом всегда и психология в том виде в каком она существовала тогда мне тоже очень интересовало а в каком виде она существовала было очень много популярной какой-то такой переводной психологии психотерапия как наука строго у нас не было развита так ну нлп нлп я читал тогда все там тогда все что было по нлп я тренинги сам не проходил но всю литературу доступно там десятки книг я в те годы вот как раз когда в универ поступил изучал вот и в университете также изучалась и психология там была общая психология так называемая которая просто рассказывала различных направлениях что в мире наработано и была экселектики психология это психология развития психология разных периодов становления личности в основном там было это основано на психосексуальной теории психоанализа фрейда но вот и было очень много практики то есть мы ну как много практики после этого курса всего у нас была практика в греческой школе вот было значит вот такая психология это было очень интересно отдельным предметом светским таким это педагогика в педагогике помимо там пиаже я очень удивился очень много греки приводили значит наших педагогов советских макаренко эльконина и других и они все это когда не на профессор рассказывал что-то он сразу к русскому ну вы же знаете вы же знаете от вас что там да мы знаем и оказывается что на самом деле мы вот эти вот русские ребята которые там нас сначала нас было двое потом там еще несколько человек мы в целом ну шарили в общие каких-то гуманитарных вопросах лучше чем среднестатистические греки которые с нами вместе учились тогда я не знаю почему может быть ну наверное просто за границу и едут единицы и те кто выбивается поехать за границу они чуть-чуть там другого уровня вот значит не интересовала тогда психология я не помню точно какую литературу я тогда читал помимо вот того что мы проходили но это было просто постоянно я психологию не оставлял когда начали большую педагоги общую психологию это самый интересный интересное самый интересный предмет был для меня перейти на все на психфак тогда надо было надо было однозначно надо было однозначно но я же там и теологи я живу такой вот надо и богословие наверное было менее даже не интересно чем психология но я уже уже был бэкграунд какой-то у меня семинария у меня перспективы там я не до конца понимал говорят кстати говоря что в полной мере люди начинают 25 годам осознавать что они хотят к этому времени к 25 годам у меня уже было куча всего пройденного уже такой багаж и вовремя повернуть было сложно наверное инерция вот вот гибкость гибкость мышления она приходит поздно да поздно она приходит поздно но я гораздо раньше себе дал позорок что я буду трезвенно относиться к собственным мыслям если во что-то верю я буду говорить что верю если не верю не буду себе говорить что я не верю себя не буду обманывать и я какую-то не знаю внутреннюю экологию такую для себя отработал я почти что никому они не говорил там может быть там одному-двум друзьям только я конечно отступал от этих принципов много раз но мне кажется что само само фундамент что я об этом думал и что это заложил это как не теориадное позволяло мне время от времени выскальзывать из каких-то там вот иллюзий куда я углублялся в афинах самое интересное вот я скажу есть меня спросили что самое ценное ты вынес из этого образования и там у нас было на три или предмета где был один профессор профессор константинус папа петру он уже покойный давно он преподавал философию предмет назывался еще энкиклопедия это значит круг знаний энциклопедия богословия все персоналии кто засветился в истории теологии каждый кусочек о нем то он что он так далее ну чтобы общее представление было и апологетики апологетику он преподавал вот но у него очень стройная такая была система умнифоси и логоси и на всех этих трех курсах он с той или иной стороны вот в основном мы действовали в дискурсе вот пространстве вот этой вот его системы логос это некое слово то что мы воспринимаем этот мир это является лишь нашей внутренней реконструкции реальности то по сути о чем я говорю сейчас папа петру говорил тогда на протяжении трех лет и после папа петру уже воспринимать вот эти вот такие вот модели которые нам навязываются как реальность мы уже не могли но те кто реально вот понял о чем он говорит что все что в чем мы живем но на самом деле это дискурсивная такая реальность мифос это не миф не сказка а митос митос это вот такая вот система понятия и люди в своем развитии они занимаются очень часто опомитов си то есть мы идем по пути освобождение от иллюзии которые нам навязаны были этом обществом родителям прошлыми пониманиями своими и дальше вот роль вот это вот миф с мемом его еще называли потом да это как я говорил объективизация субъективной реальности что-то происходит внутри себя тебя ты воспринимаешь как внешний мир и мы на протяжении нескольких месяцев вот это вот понимание отрабатывали говорили о созидательной роли мифоса что хомо сапиенсы по сути победить смогли за того что они умели формировать такую вот фейковую культуриальность которая становилась договорной и вот это вот учение о мифосе у папа петру у него было и после тессерегноризма до 24 подхода вот в эту вот идею мифоса логоса так далее вот это самое самое важное что было в универе самое интересное для меня то есть интересно было наверное психология а важно то что потом уже не отпустила до конца дней моих и сейчас это вот вот это вот учение мифосе логосе вот слушай очень интересно я хочу уточнить только вот фейковая реальность которая становилась договорной умение формировать да поэтому хомо сапиенс победил кого не от итальцев да ну много других хомо было да но мы говорим о не итальцев тоже да это потому что самоизвестно но были еще и другие люди и как считают этологи это что же там все еще надо разбираться что правда что нет что они не умели объединяться в большие группы есть у нас понятие там числа донбара малый круг большой круг средний круг и большой круг и неандертальцы они могли собираться коммуницировать они кстати были более интеллектуально развиты чем сапиенсы но они формировали лишь малый вот этот круг они жили небольшими общинками было достаточно а сапиенсы смогли ну то есть их разве мозг развивался так что они могли формировать какую-то фейковую реальность договорную договориться о чем-то и круг их стали вот объединяю объединяться мог вокруг этой идеи а идея навсегда фейковая потому что истина она сложнее вот упростить истину до какой-то вот простой мысли объединить вокруг этой мысли людей и двинуться вот вот или сапиенсы до более жестокие но они смог они могли объединяться вокруг вот этих своих мифов мифосов у нас может пять тысяч человек стадион встать и в индии такое бывает и замолчать единовременно там и молчать то есть в природе такого не может быть даже стая есть соберешь несколько представительства у них всегда будут какие-то взаимодействия вот а люди они могут объединяться вокруг идеи и брать давать и враждовать то есть вот побеждают те кто обманывают и те кто проявляет насилие до жестокость побеждают побеждают те кто объединяются но по крайней мере вот в том отрезке развития которых мы говорим там 70 миллионов лет тому назад и до сегодняшних дней это так происходило личность она всегда я думаю так отдельные какие-то личности они в свой вклад носили именно в развитии давали какой-то толчок хотя побеждала всегда всегда массовость а масса могут объединяться вокруг только фейковой реальности потому что какую-то вот идею вернее какую-то истину большим большой массе людей сложно рассказать вот мы говорим там когда есть больше десяти человек я уже волнуюсь я уже понимаю что меня не поймут проще всего когда два-три человека мы расскажем что мы думаем и кстати в наших интервью так и происходит я общаюсь с тобой в первую очередь люди уже дальше что-то в наших разговорах для себя отлавливать задают задают вопросы мы же их не видим перед собой когда есть масса людей вокруг то чтобы и как-то зацепить должна быть какая какое-то упрощение по-любому можно наверно сказать что твой канал это канал для интеллектуального меньшинства но хорошо что не для сексуального но на самом деле него это не главное быть интеллектуаль и интеллектуалом и главное быть счастливым главное быть счастливым но вот интересно да фейки фейки побеждают получается что ложь процветает да я сейчас секундочку я просто наверное да не точно выразился мне такое бывает потому что фейк это полная ложь он тоже на вокруг нее очень классно объединяться но я говорю скорее о том что сложную реальность приходится сводить чем-то к чему-то очень простому это не совсем фейк это не совсем фейк но это не является полнотой всего да и побеждает именно простота побеждает примитив когда вот психология масс это психология больные больного ребенка одного да тут нормальные здоровые люди когда они становятся толпой они становятся интеллектуально такими отсталыми эмоциональными и толпой управляют как как больными детьми вот и поэтому толпа не схавает как говорится сложную какую-то интеллектуальную модель об истине какой-то в ее сложноте можно лишь рассуждать умным людям небольших пространствах чтобы несколько человек было только поэтому чтобы охватить толпу нужно примитивизировать упростить идею до каких-то глупостей бывает стыдно даже но я понимаю что это не ложь не ложь но такое упрощение хотелось бы более сложно может быть иногда но это не для массы правильно правильно поэтому процветает религия а не философия и изначальные какие-то очень мудрые глубокие мысли они потом упрощались негативное мышление тоже мы мы знаем да треугольник карпмана например все живут в этом треугольнике негативе отрицательные эмоции накручивают хейтеры почему вот мелодраматическое упрощение реальности правильно правильно ты заметил но тебе надоела эта простота да которая хуже воровства поэтому ты понял что с твоим потенциалом плевать на все лучше я все потеряю но не потеряю самого себя свой разум да свой интеллект и буду им пользоваться или как у тебя это вот это все все не одномоментно не одномоментно просто я можно сказать развивался как-то подпольно подпольно то есть был один образ который был комфортный приемлемый для системы и был еще внутренний я который всегда интересовался развивался получал разные также образование я анализировал зачем я в 2007 году получал еще образование менеджер государственного муниципального управления зачем я туда пошел я окончил вуз еще получил высшее образование русское зачем вот у меня значит уже было желание и систему уходить для церкви то это вообще бумажка не нужна была а меня тогда еще это впечатлило мы что это образование дает стопроцентную трудоустраиваемость тогда в то время москве муниципальное управление и вот я ездил занимался вот я к тому что вот эти вот процессы они просто происходили всегда а потом поступил момент этот как критическая масса или последняя соломинка которая хребет ослику переломила да случилось нечто вот и я более резко консолидировался внутренне с тем что мне интересно было было интересно молодец искал себя пробовал там и сям но теперь практически ждем теперь практических результатов что ты оформишься и уже станешь тем кем хочешь стать и займешься любимым делом а вот из опыта своего из образования ты вынес вот самое ценное ты рассказал а из опыта твоего что ты вынес самое ценное я вынес самое ценное что все не так просто как нам кажется это первое что самые ценные самый ценный ресурс это люди но их нельзя воспринимать как ресурс это вообще самое ценное что есть на свете и другие люди в общем способность их реконструировать представлять образ мысли образ жизни и вот общаться именно с реальными людьми они со своими представлениями о нем вот это вот еще важно было круто я понимаю иллюзорность своих каких-то мыслей свои ошибки я понимаю что другие люди во первых первая ошибка наша это навешивание ярлыков стигматизация у нас есть представления вот на меня ярлыки навешивают я же понимаю что склонность моего мышления центрийская быстро сущностью хватить и взаима и взаимодействовать со своим представлением о человеке вот и тут я научился к себе говорит стоп то что тебе кажется это еще не все потому это гораздо сложнее интереснее другой человек это целый космос и когда ты начинаешь разбираться оказывается да там